Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях, произошедших в городе и области. Итак, кратко о том, что сегодня в выпуске. Открытие экспозиции эпоха поколений. Постарайтесь подавать на Соловьеву и переправить. Встреча школьников с поэтом Владимиром Королёвым. Флэшмоб в музыкальной школе. Спектакль на английском языке. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Завтра, 26 апреля, исполняется 30 лет со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия – крупнейшая в истории атомной энергетики. В те дни из нашего города на ликвидацию последствий было отправлено тысячи людей. Многие до сих пор хорошо помнят весь ужас этой катастрофы. Завтра в 11.00 у памятника ликвидаторам Чернобыльской катастрофы пройдет митинг. Все желающие могут прийти и почтить память тех, кто, не жалея своей жизни, спасал мир. 22 апреля в Историко-Краеведческом музее нашего города состоялась презентация фото-выставки «Эпоха поколений». Инициатором экспозиции является председатель Комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Михайловна Рожкова. На открытии выставки с воспитанниками Якимшской школы-интерната встретились представители четырех поколений защитников Отечества. Это ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеев, ветераны войны в Афганистане Дмитрий Попов и Самиддин Мамедов, участники боевых действий в Северокавказском федеральном округе Владислав Третьяков и Алексей Лахов, офицер запаса, ветеран Вооруженных сил Российской Федерации, а ныне заместитель главы администрации Десногорска Сергей Тощев и отслуживший срочную службу в армии Дмитрий Жуков. Почетные гости рассказали ребятам о событиях, которые произошли с ними в годы службы. Высаживали группу, и получилось так, что на вертушке, ну там как зависает на полтора метра, ну что приземляться опасно, можно сесть на мину, и тогда уже все, конец. Попрыгала группа, начали рассредотачиваться и попали на минное поле. После интересной познавательной беседы мальчишки, будущие солдаты поблагодарили защитников Отечества за их отвагу и мужество. Главное вам спасибо за вашу победу, подвиг, за мир. Спасибо за то, что мы появились на свет. Спасибо за нашу счастливую жизнь. Торжественная часть мероприятия плавно перешла в экскурсию по выставке. Валентина Михайловна познакомила ребят с каждым героем своей экспозиции в отдельности. Рассказала мальчишкам о службе в армии и показала на фотографиях, как выглядит казарма. Своей выставкой мы хотели показать достойный пример трех поколений защитников отчизны, чтобы будущие прозывники служили достойно, по примеру своих дедов. Особенно большое впечатление выставка произвела на мальчиков. Конечно, все понравилось. Но самое главное, что есть такие великие люди, с которых можно брать пример. Есть к чему стремиться, тянуться. Такие выставки знакомят подростков не только с историей, но и воспитывают в них дух патриотизма, любовь к своей родине. В день местного самоуправления 21 апреля в Сафонове наградили победителей призеров областного конкурса лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области, лучший муниципальный служащий 2015. Поздравил управленцев с праздником губернатора области Алексей Островский. Я всеми вами очень дорожу, считаю у нас всех с вами одной командой, командой людей, которые хотят сделать Смоленщину лучше, чтобы людям здесь жилось легче и лучше. В своем выступлении губернатор призвал руководителей муниципалитетов к оптимизации расходов на содержание административно-управленческого аппарата. 21 апреля в Смоленске в филиале МЭИ открылась выставка научно-технического творчества. Посетить ее могут все желающие. На экспозиции представлены уникальные разработки 150 молодых изобретателей. В основном это работы школьников и студентов в возрасте от 10 до 30 лет. 21 апреля в Центральной библиотеке прошел литературный вечер «41 год. Смоленщина. Взгляд поэта Владимира Королева». Эта встреча посвящена 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Владимир Королев – наш земляк, поэт, писатель, журналист, член Союза писателей и председатель Союза журналистов Смоленской области, председатель клуба «Чистая энергия». Первую свою заметку он опубликовал в молодежной газете «Смена» в 1966 году, когда учился в седьмом классе. Тема Великой войны, которая прокатилась по Смоленской земле, близка поэту. Ей посвящены многие произведения Королева. Он большой поклонник и знаток творчества поэтов Твардовского, Исаковского, Симонова. С их произведениями перекликаются его стихи и проза. Владимир Владимирович – член Оргкомитета Твардовских литературных чтений и инициатор Исаковских встреч. 21 апреля в зале Десногорской библиотеки собрались старшеклассники, любители литературы, поклонники творчества Королева и его друзья. В этот вечер Владимир Владимирович познакомил десногорцев со своей прозой. Книга посвящена участникам легендарной Соловьевой переправе на Днепре в 1941 году «Переправа, ад и слава». Он описал реальные события тех лет на основании тщательных изыскательских работ. Писатель зачитывал целые главы из книги. И перед слушателями разворачивалась картина боев. В наше время мы должны помнить и ценить героические подвиги наших предков, можно так сказать, наших еще дедушек. Слава Богу! И нужно проявлять уважение и ценить творчество людей, которые этим занимаются. Старшеклассники с большим интересом слушали слово писателя. Наши ученики, конечно же, любят литературу, любят живое слово. И когда мы узнали о том, что будет проходить встреча, ребята воодушевились и готовы были прийти на встречу с писателем. Королев закончил читать прозу и предложил ребятам послушать его стихи. И было удивительно, что все остались в зале до тех пор, пока поэт не закончил. Действительно, сегодня была очень благодарная аудитория. И это юная аудитория, которая могла бы сорваться с места, добро получено. Давайте, ребята, отдыхать. Позади учебный день. Но это было желание. Их никто не удерживал. В глазах был блеск. Блеск познания. Блеск интереса к выступающему. Блеск интереса к литературе. Эмоции, которые царили в зале, доказали, что вечер оставит у всех хорошие воспоминания. В 2016 году первой музыкальной школе имени Глинки Смоленска исполняется 110 лет. К этой знаменательной дате решено провести флешмоб во всех школах области, которые носят имя нашего прославленного земляка. Десногорцы поддержали эту акцию и устроили флешмоб 22 апреля. Ученики и педагоги постарались выполнить поставленную задачу. Глинка, глинка, глинка! Рабочий материал отправлен в Смоленск, где будет смонтирован общий красивый ролик с участием юных музыкантов из школ Рославля, Ельни, Смоленска и Десногорска. Музыкальные школы именно этих городов носят почётное имя Глинки. Мне сегодня хочется очень поблагодарить наших маленьких участников, наших учеников, потому что они вели себя очень самоотверженно. В холодный день было очень промозгло, но тем не менее они все собрались с настроением, все отозвались на задачу. Поэтому большое спасибо нашим деткам, нашим родителям, которые терпеливо стояли и ждали, когда закончится наше мероприятие. В декабре музыканты Десногорска примут участие в традиционном всероссийском конкурсе между учащимися детских музыкальных школ имени Глинки, приуроченном к юбилею. 22 апреля в областном центре полицейские на традиционных учениях отработали навыки по пресечению массовых беспорядков. В мероприятии были задействованы подразделения по охране общественного порядка и спецподразделения ОМОН и СОБР. В городе Удомле Тверской области с 14 по 16 апреля прошел турнир концерна «Росэнергоатом» по интеллектуальным играм «Что, где, когда». В нем приняли участие 9 команд. Наши атомщики заняли первое место в турнире по брейн-рингу и второе в игре «Что, где, когда». Дюймовочка – единственный в Десногорске детский сад, в котором обучают детей английскому языку. В подготовительных группах уже готовят целые спектакли. Мы побывали на премьере знаменитой сказки «Теремок». Дети получают дополнительное образование, и родители должны видеть результат обучения. Поэтому, чтобы показать, что знают воспитанники и чему научились, подобные мероприятия проходят регулярно. Родители очень довольны, потому что не нанимают репетиторов, и дети легче вступают в мир школьного обучения. Детей английскому языку обучает педагог Светлана Шиманова. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин